здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем вязать нимфу по вашей просьбе но вначале как обычно как вы видите я вяжу на тисках моего друга владимира мельниченко который скопировал норвайс достаточно удачно ну хоть что хочу сказать особую благодарность ему вот за эти губки которые он под конкретно под меня изготовил достаточно острые с очень большим углом что удобно работать на очень очень мелких крючках все изумительно ну а теперь давайте приступим к самому основному вопросу в социальных сетях я выложил фотографии и по шаговку такой известной нимфы как фазентайл но чем это было связано мой друг попросил меня изготовить всевозможные варианты вот какие только можно было там для его рыбалки имитацию нимфы весняночки чтобы можно было рыбачить в разных регионах и я вспомнил как раз о классической забытой этой нимфе которая вяжется достаточно просто и практически себестоимость это стоимость крючка и того пера которого можно добыть на охоте подвергся резкой критике ряда специалистов в кавычках которые то поплавочники то еще не понятно кто которые начали высказывать что это не является это прочая десятая масса замечаний которые не существенны поэтому в процессе фильма и мы с вами будем ее вязать я расскажу что желательно а что нежелательно по большому счету это мой канал мой фильм и как я это вижу как я это хочу так я вам и передаю а ваше право повторять или нет давайте приступим крючок изначально учитывая то что это нимфа 19 века не было вот таких крючков которые имеют вот такой загиб вязалась на прямом поэтому это первый ответ уважаемому волосевичу почему она связана с заходом за загиб второе нимфа когда сама по тревожено и в живой природе она не плывет как бревно ровно она изгибается как бы прячется для того чтобы хищник ее не смог схватить поэтому чем больше мы передадим форму ту которую имеет прячущаяся насекомое или потревожено насекомое в воде от этого будут зависеть наш успех в рыбалке то есть мы ведь все-таки копируем поэтому я беру крючок можно это у меня крючки нашей фасовка наша украинская фирмы strike они все-таки от формы hopper разной величины есть это в данном случае крючок номер 12 этой фирмы можно использовать крючки фирмы т.м.с. они значительно дороже но у кого что как найдется можно вязать и на прямом крючке поэтому как вам будет удобно так вы делаете что нам нужно перо обыкновенная вот охотничьего фазана которая имеется желательно чтобы вот бородка пера была значительно больше вот этих 4 5 сантиметров чтобы можно было качественно намотать тело изготовить хвостик для чехлика я ее в эту нимфу буду изготавливать не в классическом варианте а со своими отступлениями поэтому для чехлика можно использовать дополнительно еще вырезы пера давайте приступим для начала я беру проволоку вот у меня имеется это просто катушка я от материалов hands проволока 012 другая проволока которая имеется несколько потолще кстати в особую благодарность александру павлову за вот такие вот катушечки которые мне прислал с иркутска эта проволочка 0 14 0 16 если мы чем тоньше проволока тем лучше тем более качественно мы сможем с вами изготовить тело учитывая то что мы будем все изготавливать проволокой и лишь только ли я головку изготавливают ниткой поэтому я беру вот более толстую проволоку которая я буду потом сегментировать тело прикладываю но в начале обязательно вот я сколько раз вам показывал это обыкновенный вот такой илевый клей можно лаком для ногтей капнуть на цевьё но желательно чтобы было более качественно потому что извините металл по металлу будет скользить очень очень сильно а нимфа будет подвержена хорошим атакам рыбы также как и ниткой закрепим проволоку я обычно где-то вот немножечко не доходя до колечка потом возвращаясь обратно оставили чтобы мне проволока не мешала я можно ножницами ну я стараюсь использовать более более не рабочую часть которого в конце поэтому она она не будет влиять до тем более проволока медная не стальная и здесь же прикладывая сразу нашу более толстую проволоку и стараясь уже виток квитку если у вас имеется роторе можно использовать функцию роторе но учитывая то что у меня камера очень близко я мне неудобно крутить вертеть перекладывать поэтому потратим немножечко времени на то чтобы вот виточек квиточку до загиба нам пройти нашей проволокой значит что здесь очень важно если вы будете вот как я видите уже сколько я промотал но я не перевел катушку желательно место обмотки потом или подтянуть или отпустить проволоку так как в этом месте она может 0 12 или 01 порваться тоньше нежелательно использовать потому что вам будет изначально немножечко неудобно работать но это не есть панацея значит вот я дошел до загиба учитывая то что должно быть слегка изогнутое тело я больше захожу за загиб почти до середины и здесь оставляю вывешиваю свою проволоку та которая есть а теперь что мы должны выбрать с вами то количество пера которое необходимо для того чтобы мы обмотали тело но я примерно стараюсь взять потому что такую вот щепоточку где-то пять шесть можно и семь даже не имеет значения какое количество главное чтобы вам хватило потом обмотать тело и чтобы был достаточно привлекательный хвостик отрываем или отрезаем как кому будет удобно перо можно пока не выравнивать не подравнивать вымеряем хвостик хвостик примерно я беру его длину равную длине тела вот буквально вот такая вот такая вот небольшая щепоточка прикладываем следим за тем чтобы наша проволока не утянула поэтому я наш материал поэтому я от себя его выставляю на необходимую длину и потом только лишь вот проволокой стараюсь 1 одним оборотом подхватить вторым оборотом и оставляю проверяем смотрим насколько у нас будет хвостик ну принципе то почти равен длине тела достаточно теперь что очень важно я стараюсь не лениться потому что лишнее количество материала нам здесь не нужно и тем более делать такую сильную сильное утолщение у хвоста нет смысла поэтому на место где мы проволокой промотали я вот нанесу немножечко клей и на все теперь вот цевьё вплоть до колечко там где и грудка будет наношу опять клей так как мы теперь с вами с проволоки будем формировать уже вот из этой тонкой будем формировать тело и грудку скажу сразу крайне неудобно вот виток витку не получится поэтому я вот стараюсь небольшими вот такими вот большими спиральными витками пройти как вы видите да не дохожу вот все здесь оставляю иначе потом будет скученность материалов и крайне неудобно вот эти два миллиметра оставляем крайне неудобно будет потом формировать нам головку лапки крепить и все остальное и теперь этот процесс немножечко вот такой вот нудный затянувшийся но мы должны с вами сформировать конусное тело скажу одну такую хитрость учитывая то что я проживаю на украине по-разному работают эти нимфы хотя это нимфа работает очень хорошо как и отзывы от моих друзей которая проживает и в сибири и по хариусу она работает также у нас практически по всей рыбе на украине но в западных областях украины значительно худее нужно делать тело вот приблизительно так как вот я изготовил как вы видите вот на этой нимфе очень худое тело и вот на это эти более вот такие вот жирненькие поэтому важно чтобы наше тело соответствовало на кормовой базе той которая имеется у у нас природе но теперь я дохожу практически до вот вполне достаточно так как еще перо даст свою толщину до места где мы будем формировать грудку здесь я останавливаю свою проволоку мы можем с вами сделать что есть несколько вариантов для меня значительно проще и удобнее вот взять сейчас и промотать сделать вот такую каплевидную грудку для того чтобы потом не возвращаться и не крепить опять проволоку поэтому потратим сейчас немножечко время и завершим вот здесь процесс формирования самой грудки насколько много мотать вы это уже можете определить сами по своим рыбалкам ну я обычно грудку делаю достаточно объемный потому что нимфа в воде переворачиваться за счет этого смещенного центра тяжести ее формы не она как бы как микроджига еще стучит у нас немножечко шумит по дну вот такая примерно каплевидная форма будет вполне достаточно можно немножко еще добавить это уже вот приблизительно столько будет достаточно все теперь увожу к колечку беру обыкновенный узловяз и узловязом уже делаю здесь завершающий узел проволокой если будет тонкая проволока этого сделать вы не сможете она порвется теперь удерживаем придавливаю ноготком не отрезаю так как будет не руку у меня неровный срез убираем нам это уже не нужно что нам нужно будет мне нужно будет теперь нитка значит чем тоньше тем лучше так как у головки не должно быть загромождение вот у меня нить 005 она достаточно тонкая где-то примерно если брать по магазинным 17 0 берем немножечко клея потом вернемся к нашей нитки нанесем там где мы с вами будем крепить перо фазана что важно я обычно всегда иногда беру вот так перо немножечко перекручиваю не тогда она не расползается при намотке и при последующих вот таких моих намотках она как бы еще подкручивается и дополнительно создает сегментацию и пышность моей нимфе учитывая то что уже все длина у меня закончилась я перехожу к обыкновенному перодержателю поджимая все бородки и увожу в удобное положение теперь пришла очередь той нет той проволоки которую мы с вами оставили значит учитывая то что мы не можем продолжать вот должны в обратной в обратную сторону намотки пера произвести сегментацию под вот таким достаточно острым углом ну так как мы посадили на клей у нас и так будет хорошо держаться наше наше перо поэтому шаг сегментации можно выбрать не очень и густой но так как вам удобно будет его выполнить в роторе я не применяю так как у меня вы сами видите распустится уже наше перо доходим до места крепления и здесь уже выполним окончательно значит что мы делаем учитывая то что мы будем крепить здесь материал значит мне нужно мне нужно будет сделать обязательно завершающий узел хотя бы один или парочку накидных чтобы мы изменили угол намотки все достаточно теперь мы можем спокойненько с вами удалить эти бородки которые у нас остались я не выбрасываю потому что эти вот крючочки как раз хорошо годятся потом для ручейников вот они уже у нас готовы здесь не надо портить его обязательно вот парочку оборотов выполнили чтобы более симпатично выглядело теперь здесь не есть несколько вариантов как можно изготовить но я всегда придерживаюсь того который вот нравится мне больше всего это я не обрезаю не сам тот чехлик который имеется не перекладываю вперед назад а я вот беру у меня есть такое немножечко как бы бракованное перо видно вот здесь вот побитым побитые сегменты после охоты оно как раз для меня годится вот для этих целей собираю все в один хороший красивый пучочек теперь нам нужно будет потом в дальнейшем вот все эти бородки перевернуть чтобы это было у нас имитация наших лапок поэтому что я делаю я оставляю перо там где у меня будут формироваться чехлик выбирая приблизительно длину наших лапок и креплю уже перо теперь смотрите без всякого стеснения проходим по головке не доходим опять точно так же как вы видите не доходим вот эти пару миллиметров до колечка опять большим широким шагом возвращаемся так как если прикинуть ну худенькая получается у меня достаточно крыло поэтому я еще немножечко оторву для себя бородок можно другого более темнее более светлее это уже не столь принципиально но возьмем того же которого мы фазана и брали и добавим еще немножечко бородок теперь вполне будет достаточно это удаляем если нужно добавить можно и столько сколько вот вы считаете не обязательно вот чтобы было одним вырезом или этим перепроверю достаточно ли мне будет вполне достаточно симпатично теперь давайте по существу значит правильно если изготавливать то это нимфа обычно вот грудка делается с помощью пера павлина или какого-либо даббинга я его не применяю поэтому вот это вот этого спартанского минимализма вполне достаточно для того чтобы нимфа хорошо работала здесь же я точно так же делаю завершающий узел проволокой и ее отламываю поджимаем ноготком и вот такими движениями очень просто все отлично теперь я беру нить вот как вы видите она у меня совсем немножечко другого цвета но это не страшно мы ее сейчас приведем в тот цвет который нам нужен закрепили учитывая то что у меня как таковой такой черная нет есть фиолетовая или вот такая вот борду я беру и под обыкновенным маркером черным уже порвалась нет соскочила вот черным маркером это все подматываем подмазываем все отлично и в дальнейшем обязательно можно потом подкрасить ну так удобнее теперь чтобы у меня мои лапки были более менее красивыми что я делаю вот мы сейчас приблизительно должны их плюс-минус трамвайная остановка поделить пополам щепоточку влево и щепотку вправо если в чем-то переборщили куда-то больше куда-то меньше это уже можно будет все поправить для удобства можно увлажнить пальцы держу бородки те которые ближе ко мне и таким крестовым движением вот я их вот так креплю перехожу на другую сторону и уже закреплю с другой стороны без фанатизма потом мы их все можем потом подправить и выровнять все как вы видите у нас уже все почти готово нить можно спокойненько оставлять там где мы крепили очень важно где мы крепили вот наши лапки видите вот я специально оставил как бы вот такой вот бугорочек вот здесь мы должны с вами в этой точке закрепить оставшееся перо которое будет идти из щехлика иначе в противном случае когда будем формировать головку мы налезем на колечко это Вячеслава Тихомирова был вопрос почему именно как вот я поэтому вам и рассказываю берем обязательно так как наша рыбка зубастая в большей степени промазываю немножечко верхнюю часть и промазываю вот так свое перо заодно его подравниваю клеем берем переводим вниз можно через иглу но учитывая то что перо у меня уже хорошо лежит и сформировано я его перевожу так следим за тем чтобы нить не пошла к колечку пару тройку оборотов вполне будет достаточно перепроверимся как у нас наши лапки и все остальное вот меня вполне устраивает как вы видите все и мой чехлик его длина высота ширина все очень хорошо теперь обычно есть несколько вариантов то есть как я изготавливал эту нимфу можно здесь добавить клея и предварительно надо было оставить там где у нас начинается чехлик нитку потом перевести вот так назад и отрезать оставить зачатки крыльев это более приемлемый вариант значительно лучше симпатичнее но несколько уже другая будет нимфа поэтому так как мы вяжем сейчас вот такую мы ее и оставляем что я делаю нанесу на нить немножечко клея гелевого для того чтобы хорошо проклеилась вот именно это место которое мы должны с вами будем отрезать немножко подержали переводим нить перед колечком за это время клей перейдет хорошо и теперь хотите острыми скальпелем чем вам будет удобно под углом как вы видите отрезаем отрезаем все остатки ноготком тыльной стороны подправим так как очень уж такая толстая и не симпатичная получится головка учитывая то что здесь клей еще не схватился вот такой головки нам будет вполне достаточно опять учитывая так как у нас головка должна быть черная можно коричневая можно зеленая без разницы мои американские друзья написали что у них работают в основном более темных оттенков и цветов вот такая такая нимфа уже перепробовали достаточно хорошо без всяких этих и теперь мы должны все это аккуратненько сформировать головку обязательно следим за тем чтобы выступающие обрезанные оборотки у нас не выглядывали вот все этого достаточно делаем завершающий узел все практически готово можно вскрывать можно не вскрывать головку лаком так как мы уже проклеили но учитывая то что мы все таки все должны сделать красиво я беру черный лак фирмы и уже аккуратненько стараюсь нанести на головку эту операцию надо выполнить неоднократно поэтому я это все еще доделаю а в данный момент уже можно 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 сказать что все наша нимфа фазентейл сейчас мы попробуем поближе ее вот как вы видите уже у нас готово и без пера фазана все достаточно хорошо еще единственное что я делаю это вот я потом на место проволоки и верхнюю часть иногда чехлика покрываю лаком все если бы меньше как говорят критики мои я разговаривал а быстрее работал то уже мы давным-давно закончили эту нимфу как вы видите очень просто быстро и что самое главное при наших экономических условиях дешево вот и все дорогие мои друзья благодарю вас за внимание пишите на почту я укажу ее до скорых встреч